Минфин отчитал сама, что республика потратила деньги в прошлом году. В Хакасии прошли публичные слушания по исполнению бюджета. Обсуждения традиционно проводят дважды в год, когда принимают главный финансовый документ и когда утверждают освоенные средства. Слушатели, представители правительства, Верховного совета, контрольно-счетные палаты, главы муниципальных образований и общественной организации. В прошлый год для экономики Хакасии выдался трудным. Одна из причин – цена на уголь и алюминий, отраслей от которых идут основные поступления, на мировом рынке упало. В итоге налогов собрали меньше, чем планировали. Между тем полностью на бюджет республики перешла медицина. Затраты только на здравоохранение выросли сразу в три раза. Хакасия подключила резервный фонд, причем нагрузка на бюджет, уверяет министр финансов Юрий Лапшин, увеличится и дальше. Разговор, который состоялся в Минфине России, большого оптимизма в меня не всерил. Есть даже не предположение, а уверенность в том, что тенденция сохранится на ближайшие годы, поскольку те инновации, которые планирует министерство финансов на конец текущего года, в связи с подготовкой проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 год, также подразумевают передачу части мандатов на уровень субъектов Российской Федерации, при этом с изысканием внутренних резервов. Несмотря на это, прошлый год стал плодотворным по количеству федеральных субсидий. Верховный Совет и правительство республики сработали удачно. Москва направила в Хакасию свыше 5 миллиардов рублей. В результате доходы региона за год более 18 миллиардов, потратила же республика 18,5 миллиардов, дефицит практически 500 миллионов рублей. Вместе с ростом доходов вырос и государственный долг республики на 660 миллионов. Как выход из кредиторской задолженности депутаты Хакасии предлагают пересмотреть налоговый потенциал региона. К примеру, земельный налог в поселениях сегодня разрабатывают генпланы. Они выведут участки, на которых сегодня идет строительство из категории сельхозназначения. Сборы от них возрастут, доходная база станет больше, серьезный рост почувствуют и местные бюджеты. Еще один спорный вопрос – водный налог. Ни один водоем в Хакасии не входит в хозяйственный оборот. А значит, официально водоемы не могут быть источниками доходов, несмотря на то, что в реальности приносят прибыль и немалую. Все те предприниматели, которые так или иначе извлекают рекреационный доход с территории озера Туз, ну в туристическом плане лечебном и прочем, там они немножко разные, платят за эти земли, как за земли сельхозназначения. Те самые 9 копеек с квадратного метра. Хотя на самом деле, если бы мы провели соответствующие действия, эти земли обязаны считаться землями рекреационного назначения и совершенно в разы, а точнее говоря, в сотни раз, соответственно, на другой, соответственно, налоговый выхлоп и так далее. За негативное влияние на экологию тоже придется платить. Проверять и контролировать, загрязняется ли окружающая среда в Хакасии, будет новый госорган – Министерство природных ресурсов и экологии. Эта проблема многие годы оставалась в тени. Как такового контроля в республике не было. Сегодня экологические взносы отчисляют лишь 200 фирмы предприятий. Фактически, лаборатория специального аналитического контроля, несколько филиалов, которые расположены на территории республики Хакасия, в течение последнего года не распаковывала лабораторное оборудование стоимостью 5 миллионов рублей, потому что просто-напросто отсутствуют элементарные заказы на осуществление контрольных функций по замерам, контролю. В то время, как я специально преувеличиваю, каждая прихмахерская, проще говоря, является таким плательщиком, должна стоять на учете, должна получать лимиты, допустим, по твердым бытовым отходам. Доказать экологический вред, уверяют депутаты, вполне реально. Впрочем, идти в суды муниципалитеты не торопятся. Единственная попытка в 2012 году предъявить эко-ущерб – Алтайский район высудил у подсинской птицефабрики 5 миллионов рублей. Деньги пойдут в местную казну. Хакасия остается регионным социальным бюджетом. Большая часть средств пошли на реализацию социальных программ. Однако освоить все деньги не вышло. 5 из 28 целевых программ не исполнены наполовину. Средства перевели на 2013 год. Наверстывать упущенное придется в ближайшее время. Остаются и другие острые проблемы. Из области здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства. Решать их предстоит также и парламенту Хакасии. Принимать новые законы и корректировать республиканское законодательство. Общий же итог публичных слушаний и рекомендации. Их учтут при формировании бюджета уже на 2014 год. На этом у нас все за новостями республиканского парламента. Также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. Выпуски программы «Парламентский дневник» вы можете посмотреть на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в республике. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин